Друзья, добрый вечер! В эфире программа эксклюзивное интервью, которую веду я, Нина Дзимогла. По прогнозам Молдова ГАЗ, среднегодовая закупочная цена для Молдовы в 2021 году будет около 200 долларов за 1000 кубометров. Это на 35% больше, чем заложено в действующем тарифе. В то же время глава Молдова ГАЗ Вадим Чебан заверил, что компания постарается избежать значительного повышения цен для потребителей. Уже в сентябре Молдова ГАЗ представит Национальному агентству по регулированию в энергетике свои расчеты нового тарифа. Эксперты говорят, что тариф на газ не вырастет больше, чем на 25%. Какие цены на газ нас ждут? Как будет формироваться цена? Повлияет ли новая власть на работу Молдова ГАЗ? А также о трубе ЯС и Кишинев. Будет ли она работать? Какие возможности у этого объекта? Когда заканчивается наш контракт с Газпромом на импорт? В каких случаях вообще Молдова может остаться без газа? И существуют ли в стране резервы газа и насколько их может хватить? Об этом и многом другом важном мы сегодня говорим с главой Молдова ГАЗ Вадимом Чебаном. Господин Чебан, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. Спасибо, что нашли в своем плотном графике время и пришли ответить на вопросы, которые волнуют наших телезрителей. Добрый день. Очень приятно. Господин Чебан, вопросов много. Начнем сразу с места в карьер. И начнем с самого важного и волнующего вопроса. Почему возрастет цена на газ? Да, очень важный вопрос, который волнует, скажем, всю общественность, в основном и потребители. Нас тоже этот вопрос волнует. Мы говорили, объясняли именно динамику рынка, динамику и котировок на нефть, потому что наша формула, прописанная в контракте с Газпромом, привязана к нефтепродуктам. Поэтому рост в основном и на биржах, и цена на нефть, которая возросла, плюс те производные нефти, нефтепродукты. То есть есть кардина нефтепродуктов, которые учитываются в цене газа для нас. Котировки возросли. Если, допустим, у нас средняя закупочная цена в прошлом году была 148 долларов, примерно так, то в этом году она будет около 200 долларов, плюс-минус. Поэтому это однозначно самый важный фактор – это увеличение закупочной цены газа в этом году. Поэтому мы и вышли в июле месяц с этой информацией для того, чтобы подготовить и общественности, и потребителей, что будет увеличение тарифов. Чтобы это не было внезапно, чтобы все подготовились к этому. Но основной фактор – это, конечно же, увеличение закупочной цены газа для Молдова ГАЗа и, соответственно, для наших потребителей. Как Вы считаете, насколько потребитель вообще готов к увеличению цен на газ? Я сейчас не говорю о юридических лицах, а именно о простых потребителей. Обычно у них за месяц абсолютно все расходы расписаны. Какую цену они готовы платить? Это очень правильный вопрос. Вы задаете, я думаю, что ни один потребитель не готов ни к какому росту тарифов. Ни тарифов на газ, ни на электроэнергию, ни на нефтепродукты. Это всегда болезненно воспринимается. Это нормальное понимание. Простите, но в то же время Вы говорили, что Вы будете бороться за то, чтобы для потребителей цена не возросла. Я объясню. Мы не то, что боремся. Мы всегда пытаемся найти баланс между нашими интересами, как поставщика, интересами наших предприятий и, соответственно, интересами потребителей. Поэтому мы не гонимся за высокими тарифами. Это раз. Во-вторых, если мы будем подавать заявку в Национальное агентство по регулированию энергетики, то, поверьте мне, мы будем учитывать в основном закупочную цену газа. Потому что остальные расходы Молдова газа и наших предприятий, они примерно останутся на уровне 2020 года, а в некоторых случаях даже на уровне 2015 года. Потому что только в 2015 году утверждали базовые так называемые затраты. Поэтому мы будем в основном аргументировать это повышение цены на газ. И понимая, что если мы еще и будем индексировать другие статьи затрат, наших затрат, хотя имеем полное право, то это, соответственно, будет намного большее увеличение тарифа. Поэтому основной фактор, где мы можем, скажем так, компенсировать и пойти навстречу потребителям, мы другие статьи затрат, скорее всего, не затронем. То есть это будет, скажем, тем шагом, который сделает предприятие, сделает предприятие группы Молдова газ для того, чтобы не было этого шока. Понятно, что это всегда болезненно, но еще раз повторюсь, нам в стране нужно, я могу сказать слово «бороться», применить такое слово, бороться за более высокие доходы. Для этого нужно развивать экономику, инвестиции, экспорт. И, соответственно, нужно помогать тем потребителям, которые, скажем, находятся в затруднительном положении, которые, скажем, уязвимы слоем населения. – Вот вчера вы опубликовали у себя в Фейсбуке пост, где вы сравниваете цены за газ 2020-2021 год. И в итоге вы пишете, что достигнутый сейчас показатель является максимальным за последние 3,5 года, с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал ленинодарный холодный фронт «Зверь» с востока, и цена взлетела до 1000 долларов за 1000 кубометров. Самый дорогой контракт будущей зимы в Юго-Восточной Азии на февраль 2022 года стоит уже 613 долларов, а котировки на нефть уже выше отметки 76 долларов. Вы написали, что это все значит для нас, для Молдовы? – Да, конечно, мой пост более такой профессиональный, в основном для трейдеров, для экспертов, для аналитиков, которые занимаются проблематикой в отрасли энергоресурсов. Что это означает? Для нас это означает две вещи. Во-первых, когда мы делаем ссылку на биржевые цены, у нас в формуле есть один компонент. Это компонент так называемый P0, это цена газа, поставляемого «Газпромом» в страны дальнего зарубежья. В основном 80% этой цены привязаны к биржевым индексам. Это раз. А второе, вот эта цена умножается на так называемую корзину нефтепродуктов. Там есть определенная пропорция 50 на 50. Мазут и газов – это заменители газа, скажем так. И, соответственно, формируется окончательная цена закупки по каждому кварталу. У нас есть временной лак, то есть это делается за последние 9 месяцев. То есть у нас есть этот лак, он помогает нам. Всегда вот последний мы анализировали момент подписания контракта, в шестом году еще, что в зимние периоды, когда, скажем, основное потребление, самое большое потребление проводного газа в республике Молдова, зимние периоды – это январь, февраль, март, и, соответственно, октябрь, ноябрь, декабрь, то мы всегда попадали в очень, скажем, выгодную цену, исходя из вот этой привязки, нефтяной привязки для потребителей республики Молдова. Соответственно, у нас были относительно более конкурентные цены для населения. Ну и, соответственно, были определенные, конечно же, вопросы относительно времени утверждения этих тарифов. Это другой вопрос. Ну, в последнее время работа регулятора, мы, скажем, в этом плане довольны, потому что очень быстро реагирует на наши обращения. Конечно, они должны учитывать интересы потребителей. В любом случае, Молдова-Газ, когда подает заявку, мы подаем только согласно методологии. Мы ничего дополнительного не включаем. Господин председатель, все-таки вы сказали, что примерно в сентябре этого года Молдова-Газ может представить примерный тариф и то, как информацию, как они изменятся. Ну, хотя бы ориентировочно, к чему быть готовым гражданам? Насколько процентов для простых потребителей, то есть, отмечу, для физических лиц, может возрасти цена за газ? Я пока не могу сказать процент, и это будет неправильно, потому что мы не знаем, какая будет цена на четвертый квартал. Мы приблизительно знаем, и могу уже сказать, какая это разница. Разница в цене, можно посчитать этот процент очень легко. У нас закупочная цена, которая включена в тариф, 148 долларов. Средняя цена по году, если будет 200 долларов, то разницу можно легко посчитать. И, соответственно, это примерно рост около 40%. Но это не означает, что окончательный тариф будет рост для потребителей тоже в размере 40%. Потому что закупочная цена, если даже в структуре тарифа достаточно высокий процент, то не означает, что будет такое повышение. В любом случае, посмотрим, как будет месяц август, как он будет проходить, как пройдет месяц сентябрь, как мы договоримся по продлению контракта с «Газпромом». Надеемся, продление контракта будет. Я ратую за то, что было продление на три года. Мы ратуем за это. По крайней мере, наше обращение в ПАО «Газпром» именно исходит из необходимости продления контракта на три года. И, соответственно, после этого, как только у нас будет юридическое обоснование для обращения, потому что есть требования методологии. Если компоненты тарифа превышают показатель плюс-минус 3%, то мы должны уже подавать заявку. Иначе мы не хотим столкнуться с другой ситуацией, чтобы было понятно всем. Потому что нам важно обеспечить энергетическую безопасность. В случае, если не вовремя утверждаются тарифы, то в четвертом квартале мы рискуем не оплатить все 100% потребления газа. Это, возможно, ограничение. Мы не хотим, чтобы это ограничение было для наших потребителей. Потому что автоматически это будет ограничение для наших потребителей. Так работает закон, так работает рынок. Поэтому мы и вышли с этой информацией для того, чтобы объяснить потребителям, объяснить общественности. Далее, конечно же, после утверждения правительства будут определенные консультации с правительством, с министерством экономики, для того, чтобы выбрать правильную тактику, согласовать стратегию, для того, чтобы не было вот этих особых больших шоков. Я думаю, что на следующей неделе будет утверждено новое правительство уже. И я знаю, что структура полностью аполитичная, и лично вы полностью аполитичны. Но все же мы помним, что в 2019 году в ходе полного изменения политической ситуации как раз в этот момент вы были назначены председателем правления. Вот сейчас кардинально поменялась политическая ситуация в стране. Вы исключаете, что в структуре, в руководящих органах Молдова-Газ может что-то измениться? Есть органы управления Молдова-Газ. Я и об этом говорил, что Молдова-Газ – это независимое юридическое лицо. У нас акционерами являются ПАО «Газпром», правительство республики Молдова и Приднестровье. Приднестровье передало в говорительное управление свой пакет акций «Газпрому». Соответственно, сегодня «Газпром» управляет пакетом акций около 64%. Я не думаю, что коснется Молдова-Газ, потому что мы работаем в рамках закона, в рамках устава. И еще раз отмечу, что мы аполитичны и не получаем прямых указаний, по крайней мере, я, либо члены правления, указания, кроме как выполняем решения органов управления. Это общее собрание акционеров, это наблюдательный совет и, соответственно, это правление. То есть, вот это, скажем, механизм принятия корпоративных решений в рамках Молдова-Газ. Правительство имеет полное право влиять на решения наших органов управления через механизм наблюдательного совета либо голосуя на общем собрании акционеров. На этом, скажем, полномочия правительства, они ограничиваются как уставом, так и законодательством, как акционер. Ну вот вы, как сами сказали, что представители правительства всегда присутствуют на заседаниях акционеров и других органов правления. Всегда ли у вас ваши взгляды, ваши точки зрения совпадают или всегда ли вы находите компромисс? Ну, во-первых, есть два представителя государства в наблюдательном совете. Мы тоже. Это министр экономики? Нет, нет, нет. Там есть представители Министерства экономики и инфраструктуры, есть представители агентства по личной собственности. Два человека. Соответственно, четыре человека с Газпрома. Это наблюдательный совет. Это, скажем, основной орган, который определяет стратегическое направление работы и, соответственно, контролирует деятельность правления, период между общими собраниями акционеров. Да, они участвуют в работе, но из-за пандемии в основном эти заседания проходят в заочной форме либо в формате видеоконференции. Но могу сказать, что представители правительства всегда активно участвуют на заседаниях наблюдательного совета. И мы постоянно находимся в контакте с ними, потому что очень много вопросов, которые касаются утверждения как бюджетов, утверждения инвестиционных программ, программ по сокращению потерь, постоянно вопросы, как мы работаем с регулятором, как работаем по вопросам внедрения третьего пакета, реорганизации наших предприятий. Поэтому, да, они достаточно активно участвуют. Но, еще раз повторюсь, текущая деятельность предприятия и управляет правление, а оперативной в рамках тех полномочий, которые есть у представителей правления у меня, то есть в основном текущая деятельность координируется непосредственно мной, управляется мной в рамках тех полномочий, которые прописаны как в уставе, так и в регламенте правления. Скажите, опять повторюсь, что уже вот-вот будет назначено новое правительство. Есть ли причины, по которым вы хотели бы, чтобы быстрее утвердили новый состав министров, и есть ли причины, по которым вы хотите встретиться с министром экономики, и вот какие самые главные и важные вопросы вы планируете обсудить с ними? Конечно, самый важный вопрос – это вопрос энергобезопасности страны, это продление контракта на природный газ, контракт по поставке природного газа с «Газпромом». Это очень важный вопрос, потому что контракт истекает 30 сентября, как заканчивается газовый год, поэтому этот вопрос первый, который мы обсудим, я надеюсь, будет прагматичный подход в этом направлении. Второй вопрос касается внедрения третьего энергетического пакета. У нас есть здесь определенные отставания от того графика, который мы наметили, согласовывали еще в 2020 году, но это связано непосредственно с следующим вопросом, который нужно будет обсуждать, и тоже это будет зависеть от переговоров между правительством, министерством и ПАО «Газпромом» как акционеры. Это вопрос по долгам, регулированию долгов и реорганизации наших предприятий. Поэтому эти вопросы будут основными, я надеюсь, уже при утверждении непосредственно органов публичной власти, которые ответственны за энергетическую политику, потому что мы еще не знаем, возможно, будет какая-то реорганизация, то есть Министерство экономики и инфраструктуры может быть разделено на несколько министерств, потому что сейчас это конгломерат функций, секторов, и здесь, я думаю, что будут определенные изменения, по крайней мере, я так думаю. Ну, говорят о том, что будут все-таки какие-то реформы в плане структуры самого правительства. Скажите, пожалуйста, является ли вообще «Молдова-Газ» монополистом, и не было ли к вам тех же вопросов по ценообразованию услуг на газ, какие в последнее время задают очень часто тем, кто занимается топливом? Давайте, у нас иногда путают слово «монополиус» за чем-то большим. Вот на данный момент «Молдова-Газ» не является только единственным обладателем лицензии на поставку природного газа. В этом году, в прошлом году, такой лицензией обладали, по-моему, сейчас это уже около 20 компаний. Более того, в этом году промышленные потребители, это примерно 8% рынков, скажем, покупали природный, приобретали природный газ у других поставщиков. И здесь я не могу сказать только одно, что по закону еще в 2016 году рынок природного газа был объявлен как бы открытым, либерализованным. Вопрос другой, у кого цена более привлекательная. Поэтому сегодня только «Молдова-Газ» за счет того контракта, который есть у нас с «Газпромом», мы можем предложить более выгодные условия. Но на рынке и даже сейчас работают несколько компаний, которые у нас приобретают газ, и далее они распределяют уже по своей распределительной сети для своих потребителей природный газ. Ну, допустим, Ханчешский, часть Яловенского района, Штефовоцком районе есть операторы, есть даже в Кишиневе операторы, то есть закрытые распределительные сети. То есть это нормальная практика, где есть оптовый продавец, есть, скажем, розничный покупатель и поставщик. Поэтому здесь это рынок, и так рынок будет развиваться. Если будут дополнительные, более конкурентные предложения на рынке, там, допустим, румынский газ, украинский газ, ну, без разницы откуда, болгарский, греческий, без разницы. Потому что у молекулы газа этикетки нет. И там есть только право собственности, кто собственник этого газа. Поэтому в этом случае рынок полностью либерализован. Доступ к сети обеспечивается, и он был обеспечен. Мы наглядно продемонстрировали, как мы открыты в прошлом году, в этом году, когда промышленные потребители меняли поставщиков. И процедура, она, скажем так, работает, и здесь ничего вопросов мы не видим. Вот влияют ли как-то вообще цены на топливном рынке, на цены на газ? Косвенно. Косвенно я считаю, что есть один очень важный элемент. И то, что мы продвигаем, я надеюсь, мы сегодня затронем тоже эту тему. Я могу сказать одно. что вот это даже нас стимулирует переводить то, скажем, транспорт, публичный транспорт, коммунальный транспорт на метан. Метан дешевле в итоге, экономней. Поэтому это как раз нам дает определенные стимулы более агрессивными быть на рынке топлива и, соответственно, развивать свою сеть метановых заправок. Вот это, я считаю, что наоборот нам позволяет быть более, скажем, интересными на рынке топлива. Но влияет на цену природного газа, потому что, еще раз повторюсь, на формуле поставки, формуле цены, определение цены в нашем контракте, там привязка к нефтепродуктам. Поэтому любое движение на рынке, скажем, дизеля, мазута, это, конечно же, влияет в конечном счете на цену закупки природного газа. Вот по формированию цены. Вы говорили не раз, что будете поставлять газ со стороны Румынии. И реверсы, и труба есть. Скажите, пожалуйста, вот будет ли нам действительно поставляться газ оттуда? Ну, я не говорил о том, что будем поставлять из Румынии. Я говорил о том, что есть такая возможность техническая, чтобы использовать разные маршруты для доставки природного газа для наших потребителей, в том числе по газопроводу ЯСа, Унгена и Кишинев. Как мы договоримся уже с нашим поставщиком, потому что в 2019 году, когда был подписан продлен контракт на один год, мы там указали в том числе и разные точки. И одна из точек была, это реверсная Исаакча-Орловка, Орловка-Каушана, где мы могли получать, то есть такая возможность была, получать газ по трансбалканскому корридору в реверсном режиме. То же самое может быть и по газопроду ЯСа, Унгена, Кишинев. Еще раз, здесь будет зависеть от логистики, где дешевле. Если сегодня Газпром нам доставляет, поставляет газ до границы и полностью оплачивает всю транспортировку, то есть бронирование мощности, доставка до границы, то соответственно будет для нас украинское плечо, оно конечно выгоднее в этом, и для Газпрома выгоднее вам. Это плечо дешевле, чем трансбалканский коридор, турецкий поток. В будущем, конечно же, если появится в Румынии более конкурентный природный газ, то конечно мы, либо другие поставщики смогут поставлять газ для своих потребителей через этот газопровод. Я еще раз говорю, здесь в этом плане рынок полностью либерализован. Вопрос в ресурсе, у кого ресурс. Сегодня этот ресурс существует у Газпрома, конкурентный. Пока ресурса мы не видели в Румынии. Если он даже есть, я думаю, что по различным параметрам, как ценовым, так и по гибкости, он немного дороже, чем у Газпрома. То есть сегодня Румыния не имеет возможности нам поставлять газ по цене ниже, чем предлагает Газпром? Сегодня цена на рынке Румынии больше 400 долларов. Это без цены доставки до границы. А Газпром? Средняя цена будет, если приделать 200 долларов, то разница есть. Вот труба Яса Кишинева, по которой вы говорили, они тоже много говорят. Вы говорите, что этот процесс очень сложный, что его налаживают, но этот процесс так и не запущен до конца. Вопрос в том, что по информации наших коллег, еще раз не буду комментировать, по их информации, до октября месяца полностью этот газопровод заработает, в том числе вся инфраструктура, которая находится на территории Румынии. То есть это будет альтернативным маршрутом для нас, для того, чтобы доставлять природный газ. То есть в этом плане у нас будут 4 точки. Это Алексеевка на севере, это Украина, это Гребеники через Приднестровье, Украина и, соответственно, Орловка Каушана через Исаакчу, Румыния и Ясунген и Кишинев. То есть мы полностью закольцевали нашу газотранспортную систему. Это означает, что в этом плане, в плане проблем 19-го года, откуда, по какому маршруту получать газ, этот вопрос он решен. Поэтому вопрос будет уже в ресурсе, где мы будем его находить. Господин Чабан, и все же, какие возможности у объекта Яса и Кишинев? Ну, я думаю, что это 5 миллионов кубических метров в день, сутки. Это, скажем, такая проектная мощность. Ну, это полтора миллиарда, двух миллиардов. Это примерно две трети потребления с учетом Приднестровья. Две трети? Да, примерно так. С учетом Приднестровья? Да. Если учитывать правый берег, то они полностью покрывают правый берег. Но все же он еще... Ну, невозможно... Понимаете, здесь какая ситуация? Здесь техническое... Очень важно понимать, что существование только одного газопровода, это не означает, что полностью все потребители будут технически обеспечены. Потому что нам нужно доставлять газ нашим потребителям в южных районах, нужно на север. А для севера нужны, скажем, строить еще и газопровод, возможно, унгены, бельцы, дроки, для того, чтобы полностью закольцевать систему. У нас в проекте есть такая, скажем, серьезная инфраструктура, которую мы должны развивать. Плюс есть трансграничный потребитель, который, допустим, Каушана, Штефанвода, они не могут получать непосредственно через... Могут, но достаточно технологически это сложно сделать. Поэтому в любом случае, даже при этом газопроводе, работе этого газопровода будут работать и другие маршруты тоже. Это технологически, скажем... А кто будет платить за обслуживание этой трубы? Все-таки она не запущена. Хороший вопрос. Я думаю, что вопрос больше к регулятору. Мы работаем с коллегами из Весмолтрансгаза, потому что есть там определенные... Я сейчас не могу раскрывать детали, не имею... Ну, есть определенные... Я не имею доступ к информации, просто я думаю, что мне будет корректно, что я буду об этом говорить. Есть определенные механизмы, как будет обслуживаться этот газопровод. Ну, однозначно это в итоге будет за него платить потребители. За энергобезопасность нужно платить. Да, это очень интересный момент, кстати. Интересный момент, но еще раз скажу, что все зависит от того, какой выбор будет сделан со стороны правительства и, соответственно, какое решение будет за регулятором. Если будут тарифы вход-выход, то в любом случае к этой точке должен быть тоже тариф, который будет вход именно с Румынии, выход к нашим газотранспортным сетям. Соответственно, на каждом этой точке будет определенный тариф. Кто будет платить, здесь хороший вопрос. Вообще-то платят пользователи услуги. Это мы. Но мы-то не пользуемся этой услугой. Но техническое оснащение ему нужно как обслуживание. Я вам скажу просто, техническое обслуживание – это не такие большие затраты. В любом случае, в любом случае, в любой момент, когда будет задействован этот газопровод, он может быть задействован в любой момент. В любом случае, для поддержания его хорошим на лежащем состоянии, за это нужно платить. В итоге, конечно, хотелось нам бы этого, не хотелось. Это в любом случае будет каким-то образом отражено на фактурах, на счетах потребителя. Я не говорю, что такое решение будет принято. Я не знаю, какое решение будет принято регулятором. Но есть определенные механизмы, которые, скажем, предусмотрены законодательством, директивами европейскими. Этот вопрос, я думаю, будет решен. Я не хочу сейчас вдаваться в детали, тем более, это не наша тема. На данном этапе представители государства какие главные задачи ставят перед вами? У нас ежегодно ежегодно общим собранием акционеров утверждается правительственное направление деятельности. Ну, Газпром, понятно, что от вас требует рентабельность. Мы являемся коммерческим обществом. Акционерным обществом мы поставляем природный газ. Мы его поставляем, а группа нашей компании транспортирует и, соответственно, распределяет природный газ нашим потребителям. Конечно же, это первое, это бесперебойная поставка природного газа, доставка до потребителя. И здесь очень важны и качества. Второе, это, конечно же, обеспечение рентабельной прибыльной деятельности всей группы. Здесь, конечно, очень много вопросов может быть. Но и, конечно, достижение тех показателей эффективности, которые мы, так называемые показатели KPI сейчас модно говорить, ключевые показатели эффективности, это по уровню потерь, по уровню операционных расходов, сокращения, допустим, по вопросам, связанных с инвестиционной программой по ключевым показателям бюджета, доходов, расходов, прочие виды деятельности развития, вхождение, допустим, более агрессивно на рынок компромированного проводного газа, строительство сети, развитие сети АГНКС. Это наша компания Трансавтогаз, специализированная компания, которая развивает это направление. Поэтому здесь очень много приоритетов. И, в принципе, акционеры преследуют основную цель. Это получение прибыли, дивидендов. У нас же иногда может быть конфликт интереса, потому что мы в любом коммерческом обществе всегда есть конфликт интереса между менеджментом и акционером, в части распределения прибыли. Менеджмент хочет больше на развитие, акционер хочет больше получить прибыль в конкретном периоде. Но в этом плане, так как мы, скажем, из-за долга, который висит на нас, особенно это касается не левого берега, даже говорю по правому берегу, из-за переоценки долга, она происходит каждый год из-за курса, курсовой разницы, то, соответственно, этот долг, он в леях, допустим, сразу отражается, если отрицательно, то сразу идет в убытки прямые. Вот такая ситуация. Вадим Петрович, а велика сегодня доля потерь, о которых вы сейчас говорили? Да. Потерь природного газа в сетях. Ну, на конец прошлого года мы здесь проделали достаточно серьезную работу. Это, ну, если эта цифра вам что-то скажет, я не знаю. Ну, нет, нам не нужна точная цифра. Вот, например, с предыдущим периодом. Если за последние 10 лет мы снизили потери в два раза. Было вот 56 миллионов кубов, мы сейчас, у нас объем потерь примерно 28-29 миллионов кубов в год. То есть это серьезная работа проделана, это очень большие инвестиции, но бесконечно снижать потери невозможно. У нас сейчас очень большая дискуссия с регулятором, какой именно, какую методологию применить по расчету технических потерь и технологического потребления в сетях. Поэтому есть определенный уровень потерь, который не зависит от объема. То есть есть константа определенная, которая в любом случае она будет. Вот сейчас мы работаем с регулятором, как выбрать правильную методологию для расчета потерь, чтобы мы, ну, скажем, предприятия работали эффективно и выполняли все меры оргтехмероприятия, как мы называем их, для того, чтобы качественно и надежно поставлять газ нашим потребителям. Здесь много вопросов, проблем, не хочу вдаваться в детали, тоже, наверное, отдельная тема. Скажите, пожалуйста, влияет ли вообще как-то геополитические, политические какие-то взаимоотношения между основными поставщиками на транспортировку и, так скажем, ценообразование, доставку газа в Молдову? Мое желание личное и мое видение в последнее время, вот я считаю, что где-то это удается. Я очень хотел бы, чтобы из газа, из энергоресурсов убрали вопрос геополитики и политики вообще, особенно по ценообразованию и поставок и так далее. Если в 2016 году рынок природного газа, он объявлен полностью свободным, то сегодня мы можем говорить, это то же самое, как про рынок нефтепродуктов. Сегодня, пожалуйста, поставщики есть везде. Есть в Румынии, в Украине, есть, скажем, по рынку жиженного углеводородного газа, как мы про памбутан говорим в народе, это и Российская Федерация, и Казахстан, то есть есть румынские поставщики. То есть здесь то же самое по газу. И в Румынии есть газ, и в Украине есть газ, и в России есть газ. Пожалуйста, кто может поставить, доставить дешевле Молдова газ, мы купим, где дешевле. Сегодня, хотелось бы, хотелось или нет, но сегодня у нас достаточно долгосрочные и надежные взаимоотношения с Газпромом. И мы верим нашему основному поставщику и будем работать. Тем более, они проявляют и в контракте определенные элементы гибкости, и мы над этим сейчас работаем, именно в наших предложениях по гибкости в новом контракте. Я думаю, что мы все-таки дойдем, ну, примем правильное решение, соответственно, прагматично в интересах как Молдова газ, так и наших потребителей. В любом вопросе, тем более в природном газе сейчас, вы видите, основные геополитические вопросы, которые сейчас возникли с Северным потоком, они существуют. Но мы бы хотели, чтобы мы в этом вопросе, скажем так, больше занимались интересами компании Молдова газ и, соответственно, работали по решению тех накопившихся проблем, которые у нас есть. Это и Приднестровье, и вопрос, связанный с долгами по правому берегу, теплоэнергокомплекс, вопросы регулирования СНРЭ, очень много вопросов, которые нужно дома решать перед тем, как говорить о геополитике. Но сейчас многие, ну, вы как аполитичный менеджер, может, этого очень-очень хотите, но все-таки, когда речь идет о государственной безопасности, очень часто этим, это пытаются, так скажем, использовать как рычаг, поэтому этот вопрос тоже людей волнует. Но больше нас волнует то, ну, обсуждает сейчас общественность, вот именно строительство северного потока. И если он будет запущен, то есть какой трубой мы будем получать газ? Еще раз отмечу, что у нас есть уже решенные вопросы, у нас есть техническая возможность получать газ через, по турецкому потоку, через турецкий поток по трансбалканскому коридору. Плюс газопровод ЯСы Унгена Кишинев, который, возможно, мы можем получать как с Румынии, так и с других биржевых хабов, допустим, с Венгрии, с Австрии, с других источников. Еще раз говорю, даже если, допустим, я не верю, не думаю, что там полностью будет остановлен транзит природного газа по территории Украины, в любом случае для республики Молдовы. Поэтому мы хотим контракт продлить на три года, чтобы точно обеспечить себе маршрут, именно тот маршрут, который будет самым выгодным. Я надеюсь, что все так сохранится тот маршрут традиционный, и, соответственно, мы не будем напрямую зависеть от этих дискуссий по северному потоку. Это, конечно, больше связано с украинской газотранспортной системой, то есть у них это влияет достаточно сильно. Но здесь маршруты – это энергобезопасность самой Европы, поэтому здесь приоритеты должны определять Европейский Союз, соответственно, для себя. Ситуация на рынке поменялась кардинально с 2010 года. Посмотрите, турецкий поток, северный поток, первый северный поток, второй северный поток, то есть газотранспортная система Украины, которая предоставляет достаточно много возможностей как и для иностранных трейдеров, так и внутри страны. Для нас возможности трансбалканского газопровода, то есть очень много СПГ-терминалов открылось в регионе. Это и Греция, это Хорватия, это Турция. Поэтому возможностей сейчас маршрутов очень много и источников много. Вопрос в ресурсе. И в цене? В цене, да, конечно. Господин Чебан, какова на сегодняшний день доля небытовых потребителей? Ну, скажем так, у нас сейчас мы обслуживаем около, я буду говорить, общей цифры. То есть округлять. 763 тысячи потребителей мы обслуживаем, из которых около 15 тысяч это небытовые потребители. Но по доле потребления, соответственно, они примерно равны. Потому что за счет энергосектора, за счет промышленности, это примерно 30-20%, то есть это почти 60 даже процентов, я скажу, что это промышленность. Каково качество обслуживания небытовых потребителей? Оно за последнее время изменилось? Ну, конечно, мы внедряем у всех промышленные счетчики, они все электронные. Счетчики, которые позволяют дистанционно получать данные. Качество обслуживания, я считаю, что у нас особых проблем с нашими потребителями промышленными не было. Наоборот, мы им предоставили в прошлом году скидку, когда была такая необходимость в период пандемии. Сейчас экономика восстанавливается, мы сейчас работаем с ними в части внедрения новых правил, потому что многие крупные потребители должны будут переходить на так называемый рынок балансировки. Сейчас тоже не буду вникать в детали. Это работа с нашими газораспределительными компаниями, плюс работа с крупными промышленными потребителями, где ведется коммерческий учет. И, соответственно, учет, который позволяет за счет элементов телеметрии дистанционно считывать данные. Вы говорите о скидке. Это то, которое накануне заявил Газпром, перерасчет стоимости природного газа, потребленного юридическими лицами с 2018 по 16 марта 2018 года, или это совсем другое? Это заявила Молдова Газ. Согласно решению Нары мы делаем перерасчет. А что это за... Можете рассказать об этом? Это вопрос утверждения тарифов в 2018 году. Вот эта разница между тарифами, которая была с 1 января по 16 марта 2018 года, мы бытовым потребителям перерасчитали, потому что здесь тоже не буду комментировать решение Нары. Мы бытовым потребителям делали перерасчет, потом судились долгое время по небытовым потребителям. В итоге есть решение окончательное регулятора о том, чтобы пересчитать и экономическим агентам, и промышленным потребителям. Этот перерасчет в чью пользу был сделан? В пользу потребителей. И это не та скидка. Я говорил про свободный рынок, когда мы поставляли крупным потребителям по более конкурентной цене. За момент пандемии? Да, это момент пандемии, для того, чтобы помочь им быть более конкурентными на внешних рынках и на внутреннем рынке. Какие основные требования или, может быть, есть какие-то особые требования у небытовых потребителей к предприятию «Молдова Газ»? Ну, конечно, здесь немного работает элемент предоплата, авансов. Конечно, они хотят более гибких условий оплаты, мы хотим более жестких. Но в итоге мы находим решение, особенно если это крупный потребитель, то мы находим взаимовыгодные решения в рамках тех регламентов, положений, не нарушая бюджетную и финансовую дисциплину нашего предприятия. Обычно в основном все потребители достаточно, я хочу им сказать большое спасибо, вовремя, в срок оплачивают потребленный природный газ. Все потребители, а как же Приднестровье? Они оплачивают или продолжают накапливать долги? Приднестровье оплачивает часть за счет предоставления транспортной работы, за счет указания транзитных услуг, оплачивает нам. Но в основном потребление не оплачивает. К сожалению, это проблема, которая должна быть решена, в том числе за счет, я считаю, более комплексного решения самой Приднестровской проблемы. Мы технологически не можем получать газ для наших южных районов, если мы не задействуем гребенники территории Приднестровья. Соответственно, это наше предприятие, террасполь-трансгаз. В любом случае, они ответственны за этот долг. Я надеюсь, мы придем к соглашению, что придет время, каждый будет отвечать за свое потребление. Ну и надо забывать, что там молдавская агрессия, электроэнергия, энергобезопасная страна. Здесь нужно все взвешивать и в рамках открытой дискуссии со всеми заинтересованными сторонами просто четко определить, как мы должны действовать уже в будущем. Ну, вопрос такой на поиски дня в том числе. Сейчас существует третий пакет. Если вот раньше была полностью монополия у «Молдова-газ», людей также волнует, что это все значит для нас. Будут ли какие-то убытки? Если будут убытки, связанные с этим третьим пакетом, кто будет эти убытки оплачивать? И за чей счет он также будет оплачиваться? За счет «Молдова-газ» или за счет потребителей? Ну, вы такой вопрос задали. «Третий пакет – убытки для потребителей». Ну, давайте так. Что такое третий пакет, чтобы все понимали? У нас сейчас «Молдова-газ», структура «Молдова-газ» – это два газотранспортных предприятия. Это «Молдова-трансгаз» и, соответственно, «Терраспорт-трансгаз» в Приднестрове. У нас 18 газораспортных предприятий в нашей структуре, из которых 12 газораспортных предприятий находятся на правом берегу, 6 находятся в Приднестрове. У нас еще в структуре есть «Трансавтогаз», который поставляет компримированный природный газ «Метан». Заправки метановые. И, соответственно, у нас еще есть предприятия, которые находятся в процессе ликвидации, несоставительности. Это «Газ на взбыт» и «Комплект газ». И еще один у нас учебный комбинат – это «Флагоралбастер». Тоже входит в структуру. Теперь говорим про третий пакет. Третий пакет затрагивает газотранспортную систему. Это затрагивает «Молдова-трансгаз», которое – это отдельное предприятие сегодня, и «Терраспорт-трансгаз». Говорим про «Молдова-трансгаз», потому что зона регулирования третьего пакета, так как Приднестровье не признана, сейчас мы не можем там, хотя мы приняли корпоративное решение там тоже внедрять третий пакет. Пока этот вопрос связан с долгами и имуществом, мы его оставим в стороне. Говорим про «Молдова-трансгаз». «Молдова-трансгаз» сегодня управляет магистральными трубопроводами. Что такое магистральный трубопровод? Это автодорога, это магистраль, по которой, допустим, аналог, движутся автотранспортные средства. Так вот, как по автомагистрали дается доступ всем автотранспортным средствам, если там это платный, скажем, автобан, то платят за это. То же самое и здесь, вот труба, где все должны этой трубой пользоваться, вот этой магистралью. Как мы, «Молдова-газ», как акционер, на равных условиях, так и сторонняя компания, поставщик, который использует данную услугу, данную трубу, оплачивая, соответственно, транспортный тариф. Вот примерно третий пакет говорит, что мы должны обеспечить независимость этого предприятия, «Молдова-трансгаз», независимость должна быть от материнской компании, от нас. Все они должны оказывать и работать в интересах всего рынка. То есть мы не должны дискриминировать кого-то, а «Молдова-газ» должно быть в каких-то более привилегированных условиях. Вот все, что касается третьего энергопакета. Сейчас у нас все документы утверждены, все процедуры, в принципе, они в рамках проектов разработаны. Мы ждем решения органов управления окончательные, по утверждению нового устава, по утверждению органов управления, по передаче активов, по вопросу, связанному с «Трансавтогазом», потому что они являются собственниками, а «Молдова-трансгаз» должен заниматься только транспортной деятельностью. «Трансавтогаз» сегодня является поставщиком, поэтому эта компания станет дочерейной структурой «Молдова-газ». А наши права как акционеров ограничиваются. То есть мы принимаем только финансовый план, бюджет, уровень задолженности предприятия, скажем, становимся более пассивным акционером. А далее мы не вмешиваемся в операционную деятельность «Молдова-трансгаз». Вот, в принципе, что означает третий пакет простыми словами. Но вы согласны с такой структурой, которую вы описали? Вопрос в том, что так требует закон, а мы должны выполнять закон. Я могу сказать одно, что если в Республике Молдова сегмент свободного... Для того, чтобы работал третий пакет, недостаточно обеспечить независимость «Молдова-трансгаз». Этого недостаточно. Для того, чтобы работал третий пакет в полной мере. Потому что, когда все говорят «третий пакет», не говорят о том, что там куча еще регламентов, директив европейских, связанных с этим вопросом. Должен работать рынок. У нас элемент рынка – это только промышленный потребитель. Я вам скажу одно, что, по моему мнению, что даже если рынок заработает в этом плане, только промышленные потребители уйдут, допустим, к другим поставщикам. Теоретически, к румынским, к украинским, я не знаю. Такая возможность есть, если свободный рынок. То нагрузка на тариф, на объемы, которые есть по поставке, а мы, Молдова Газ, являемся поставщиком универсальной услуги, или так называемый поставщик последнего звена. То есть мы назначаемся на регуляторах. Мы обязаны поставлять газ для всех потребителей, у которых нет выбора. Вот если уходит в сторону 200 миллионов кубов, а мы поставляем миллиард, то мы должны будем рассчитывать уже тарифы, исходя из 800 миллионов кубов. Понимаете, если не будет роста потребления, то эти 800 миллионов кубов для тех потребителей, которые бытовые, останутся у нас, там будет рост тарифа. Поэтому говорить о том, что они должны тоже для себя выбирать либо мы, либо выходить на рынок. То, что хотели сделать в Украине. В итоге увидели, что получилось. Не получится ли у нас в итоге то же самое, что и... Нет, я думаю, что для нас это рама еще. Я считаю, что, я считаю, мое категорическое мнение, не надо спешить, имея опыт Украины и Румынии. Просто нужно к этому подходить более взвешенно, ответственно и прагматично и сделать какую-то дорожную карту, когда этот рынок заработает. Еще раз говорю, когда будет ресурс. Сегодня ресурс, кроме конкурентного ресурса, кроме Газпрома, и пусть меня критикуют 10 раз, я к этому готов, и я могу это доказать. Нет в регионе. Будет какой-то природный газ дешевый, американский, катарский, извините, туркменский, азербайджанский, более дешевым, конечно, мы будем покупать более дешевый газ. Конечно, у нас закон обязывает покупать, иначе нам тариф не утвердят. Они утвердят только по НРЭ, утвердят только по цене, которая самая дешевая. Поэтому мы это все понимаем. Мы этим бизнесом, в этом бизнесе работаем и знаем очень прекрасно правила игры. Поэтому, если говорим третий пакет, то третий пакет означает и свободу поставщиков, очень большую свободу. И там указания с министерства или правительства никто не получает. Там работают все по рынку. Вадим Петрович, вы на этот вопрос отвечали не раз уже, и в моей программе, будучи. Людей все-таки он волнует. Я думаю, коротко вы должны на него ответить. Существуют ли в Молдове резервы газа? Какие резервы? И велика ли на сегодняшний день вообще? И есть ли опасность того, что страна останется без газа? Я бы не сказал. Я отвечал на этот вопрос. Без газа мы не останемся. Резервов у нас нет. Мы стопроцентный импортер природного газа. У нас есть единственное месторождение в Кантемирском районе. Это Баймакли, Викторовское месторождение. Там, во-первых, нужно сделать разведку, там нужно заняться этим вопросом. Это новая задача, в том числе для Министерства экономики и, соответственно, для агентства, которое управляет минеральными ресурсами и геологией. Поэтому у нас сейчас это поставка нескольких осел в Кантемирском районе. И то мы взяли эту поставку на себя недавно, потому что у нас тот поставщик не справился, а мы сейчас там поставляем природный газ мы. Поэтому здесь резервов у нас не так много. А так, если альтернативные считать, то, понимая котировку мазута, я не думаю, что термоэлектрикой сегодня и ей будет выгодно покупать мазут, делать резерв мазут на целую зиму. Это очень... Это, мне кажется, и нереально. Ну и реально, конечно, технически. А для ТЭЦНОР там вообще нереально, там мазутного хозяйства нет. Поэтому без газа, извините, это зависит уже от теплоснабжения. Поэтому я достаточно владею ситуацией, знаю. Много в стране негазифицированных еще населенных пунктов? Процент знаю точно. Постараюсь сказать и количество населенных пунктов на память, потому что это меняется. Если мы заходим уже в одно село, в одну улицу, это считаем уже газифицированным. 1533 населенных пунктов, 963, по-моему, газифицированные, это 62% газификации. Что нужно для того, чтобы газифицировать населенный пункт? Если нас сейчас смотрят телезрители, у которых не подведен газ, каким образом, во-первых, принимается решение? Сколько стоит подвести инфраструктуру и кто подводит эту инфраструктуру, в том числе и до домовладения? Да, значит, давайте так по порядку. Если мы говорим о газификации населенного пункта, то прежде всего должны быть газопроводы отвода. То есть к этому населенному пункту должен быть подведен газопровод высокого давления, ну, среднего давления, в зависимости от объема потребления. Значит, газопровод высокого давления, эта обязанность была раньше на правительстве, и через бюджетные средства, через капитальные инвестиции государство строило вот эти газопроводы, отводы, межпоселковые газопроводы. Почти уже 10 лет больше государство не строит вот эти газопроводы отводов, поэтому у нас уровень газификации был на очень низком уровне. В этом году впервые мы пошли на такую инициативу, утвердили ее и в Наре, и в Газпроме. Мы сейчас строим 4 газопровода отвода, межпоселковые газопроводы. В Теленешском районе уже завершили, у нас есть и в Страшенском районе, и в других районах, в Олеште, где мы строим газопроводы отвода. Это позволит нам, допустим, газифицировать дополнительно еще 12 населенных пунктов, это примерно более 25 тысяч потребителей дополнительно. То есть мы инвестируем уже в межпоселковые газопроводы. Это первое. Второе. Для того, чтобы развивать внутреннюю сеть внутри населенного пункта, это, во-первых, местные органы власти должны разработать проекты по газификации. Это их обязанность по закону. После этого они подают эту заявку на наши газораспределенные предприятия, будь то ли там ГГУСгаз, ФОЛЕЖГАЗ, допустим, БЕЛЬСгаз, КИШНЕОГАЗ, без разницы. В основном это северный район. Это зона деятельности БЕЛЬСгаз, Аргеевгаз. Вот они там еще большие проблемы у них. Там для того, чтобы они подают заявку, и самое главное, чтобы было количество потребителей, не менее 50%, которые хотят подключиться к сети. Иначе это экономически невыгодно. Далее мы, предприятия, строят все... Извините, господин Чебан, а если, вот вы говорите, 50%, а если 50% там составляет два дома, два домовладения? Мы в это тогда не заходим. Мы даже не будем рассматривать... А государство? Нет, смотрите, давайте я говорю о населенных пунктах, где количество потребителей или жителей, допустим, от 2000 выше. Давайте, хорошо, по порядку. Мы там, населенный пункт, где имеет 10 домов, туда и даже газопровод, отвод не будем строить. Это невыгодно, там нужно другой вид топлива. Я говорю там, где у нас есть потенциал. 2000, да. 2000 и выше. В Фалежском районе, в Гладаянском районе есть такие населенные пункты, которые просто зарыли трубу, извините за выражение. И с 2008 года эта труба просто даже на балансе начистое органов управления, местных органов управления. Сейчас только наводим порядок. Подвели газопровод, внутри есть проект, есть желание потребителей. Мы, наши предприятия уже утверждают у нас все сметы. Мы рассчитываем эффективность, утверждаем в инвестиционной программе. Нарея нам утверждает, говорит, да, стройте. И мы начинаем улица за улицей, шкафная одна за другой и подключаем полностью весь населенный пункт. Это может быть в течение одного года, если ускоренно делать, либо в течение определенного этапа. У нас очень много проектов, которые мы делаем 2-3 этапа. 2-3 года. Мы подводим до границ, границ собственности, счетчик за насчет. От счетчика дальше это строит уже потребитель. Стоимость, говорю сразу, что до счетчика примерно средняя стоимость инвестиций в прошлом году было около 15 тысяч лей на одного потребителя. Это за счет Молдова газа делается? Это за счет Молдова газа. А дальше? Сейчас в этом году дороже, где-то 16 тысяч, потому что и металл повысился в цене, и полиэтилен, потому что мы используем полиэтиленовые трубы. А от счетчика до плиты, до колонки газовой, либо до котла, это обязанность потребителя, согласно закону. Это стоит примерно от 5 до 10 тысяч лей. То есть мы подводим, раньше потребитель платил еще около 3 тысяч лей за подключение, плата за подключение. В прошлом году Наре исключила эту плату. Сейчас полностью инвестиция до счетчика, включительно это за счет Молдова газа. От счетчика дальше, это обязанность потребителя. Примерно цены я вам сказал. Вадим Петрович, ну все же, вот вы говорите, вы не рассматриваете, вы понятно, что вы не рассматриваете, вы коммерческое предприятие, и государство. Есть случаи, где государство может, например, за свой счет покрыть, может быть, какие-то убытки Молдова газа и сделать, газифицировать населенный пункт, где есть достаточное количество домов? Ну, не такое большое. Такой пример был только в Грузии, и бытности, мои бытности первым заместителем Башкана, это мы сделали в Дезгенже. За счет регионального бюджета мы делали газификацию внутри населенного пункта. Но Дезгенжа – это большое село. Ну, вот я примерно говорю, когда говорите государство, давайте я пример привел регион. Ага. То же самое может делать любой районный совет, любая премария за свой счет. Мы не обязаны это делать. Но мы исходим из регламента в положение о расширении газовых сетей. От регламента по поставке приводного газа и так далее. То есть, если есть спрос, если это экономически выгодно, и мы смотрим, что у нас есть источники инвестиций, то, конечно же, мы инвестируем, это расширяем все это. Это для нас. Мы делаем инвестиции, расширяем инвестиции в расширение наших сетей и увеличиваем объем потребления приводного газа. В итоге у нас удельные затраты на 1 км газовых сетей падают. Поэтому это для всех выгодно. Это отражается и в тарифе. Поэтому для нас это важно увеличивать рост потребления. Надеемся, что мы делали анализ и сравнивали даже по доходам граждан. В 2017 году тариф был 6,2 лея, сейчас 4,2 лея. Будет сейчас определенный рост. Но мы в любом случае не будем на уровне даже 2017 года. А с 2017 года, посмотрите, я не утрирую. Реальные доходы граждан увеличились, хотя незначительные, я понимаю. Но рост больше, чем будет рост тарифа за этот период. Все надо считать. Средняя зарплата в экономике, какая была в 2017 году, какая сейчас. Поэтому работать нужно над увеличением реальных доходов граждан, где мы тоже, извините, пожалуйста, мы никого не сокращаем. У нас 5400 человек, и мы им платим достойную заработную плату. Это тоже наш склад в экономику. Мы платим сегодня почти 800 миллионов леи налогов в год. А какая средняя зарплата в Молдова ГАЗ сегодня? Ну, давайте так. Есть около 13 тысяч леи. Это средняя зарплата по всей системе. С счетом админ персонала 15 тысяч леи средняя зарплата по всей системе предприятий Молдова ГАЗа. Сколько филиалов сегодня в Молдова ГАЗа? Ну, я сказал, это у нас 12 газоразбитных предприятий, 2 газотранспортных предприятия. А, нет. Если по правому берегу, давайте правый берег говорим. Одно газотранспортное предприятие, 12 газоразбитных предприятий, флаг «Арлбастра». В штате, если у нас 35 районов, значит, у нас 35 филиалов. Какие финансовые результаты «Молдова Газа» в 2020 год были? Они были убытки. Если коротко, прибыли, убытки. Например, отношения с бюджетом. Кто должен, кто сколько платит? По соотношению, например, с такими крупными предприятиями, как «Молттелеком», «Разделутся». Я не могу сказать, я не владею информацией, сколько платит «Разделутся», сколько платит «Молттелеком». Мы платим сегодня около 800 миллионов лей разного вида налогов. Только «Молдова Газ» платит НДС. Это примерно 360 миллионов лей в год. Это вот наши контрибуты только лей в год, только НДС. А вся группа компаний «Молдова Газ» около 800 миллионов лей. Мы большой, крупный налогоплательщик. Ну, это хорошо. Хорошо. Скажите, вот у нас времени практически нет. Если очень коротко, я вам напомню, что на онлайн-даводском форуме, который прошел относительно недавно, Клаус Шваб в своем выступлении активно выдвигал идеи сокращения вообще углеводных источников нефти и газа и их полной замены на экологически чистые источники энергии. Вот на ваш взгляд, если коротко, вообще это реально в Молдове? Угрожает ли это Молдова газ и вообще реально ли это в НДС? Мы считаем, что наоборот природный газ – это дополнение к низкоуглеродной энергетике и экономике. Более того, переход транспорта на метан – это примерно на 50% как минимум снижение затрат и как минимум снижение выбросов. Это два. А в-третьих, полностью соглашусь, но у нас в Республике Молдова нужно уделять больше всего внимания не области природного газа, потому что мы сократили углеводородные исцелеты в два раза только за счет уменьшения потерь природного газа. Это за 10 лет. Это только по нашему предприятию. Второе. Что нужно делать? Нужна энергоэффективность. Вот это элемент. Особенно в публичных зданиях. Нужно развивать центральную систему теплоснабжения. Это Кишинев, это Бельцы. Третье – это возобновленные источники энергии. Нужно здесь стимулировать частные секторы, стимулировать население для того, чтобы увеличили… Увеличение определенных бюджетных субсидий для того, чтобы установились солнечные панели, солнечные коллекторы, тепловые насосы и другие виды, скажем, оборудования для того, чтобы использовать естественную энергию солнца. И земли, воды, ветра и так далее. То есть у нас эти возможности есть. У нас сама природа, смотрите, какое солнце. То есть есть система… Но эти самые установки, они очень дорогие. Поверьте мне, за два года они упали в цене в два раза. Мы за этим следим тоже. Смотрим, как мы же конкурировать должны. Поэтому сегодня технологии, они дешевеют, они будут дешеветь и дальше. Нам нужно стимулировать людей, нужно потребителям объяснять, что в дополнение к природному газу нужно использовать солнечный коллектор. Летом котел не работает, а работает солнечный коллектор на солнце. Это не такие большие средства. Но альтернативой это не может нам стать, это только дополнение. 20% если будет бюджет субсидировать местные органы, либо фонд субсидировать затраты, либо давать лизинг это оборудование, поверьте мне, вы через три года Молдову не узнаете. Это вот элементарно. Ясно, что мы будем терять в объемах потребления, но мы должны увеличить потребление газа в промышленности, в транспорте, на предприятиях ТЭК, вот там, где мы должны увеличивать. Так, бытовой сектор, там, где все говорят сегодня про тарифы, сегодня куча возможностей для того, чтобы экономить. Господин Чубан, и в завершении нашей программы, какие, на ваш взгляд, самые важные события, которыми была отмечена ваша деятельность на посту председателя правления Молдова ГАЗ? За два последних года, могу сказать, основное, это сокращение операционных затрат, полностью пересмотр всех контрактов. Основной результат – это реверс. Мы обеспечили альтернативную поставку, то есть маршрут поставки природного газа. Недавно мы выиграли СОЦ США, это тоже, я считаю, большой победой нашей команды и государства Республики Молдова, все-таки больше 32 миллионов долларов, которые мы не будем платить. Арбитраж. Арбитраж, да, это успех нашей команды, объясню. Далее, конечно же, начало реорганизации наших предприятий и клиента ориентированности, мы полностью переходим на… Ну, пандемия нас подстегнула к этому, это полностью онлайн-сервисы для биллинга и для потребителя. Личный кабинет, ввели электронную очередь, контакт-центр, вайбер, чат-бот, телеграм-канал, в общем, много чего, новых нововведений, которые коллеги-профессионалы внедрили в этом году в Молдово-Газ. Для того, чтобы стать ближе к потребителям? Ну, конечно, да. А какие самые важные проекты вы планируете осуществить в Молдово-Газ до конца 2021 года? Ну, у нас вопрос с третьим пакетом. Сначала нужно подписать, конечно, продлить контракт. Это первая задача. Вторая – завершить процедуру по третьему пакету. Ну, здесь нужно будет завершить, ну, хотя бы начать переговоры с правительством, и с полным по этому направлению. Хотелось бы решить проблему долгов. Если не по Приднестровью, то хотя бы концепцию утвердить по разрешению долгов правого берега, по предприятиям ТЭК, у нас есть видение, как это можно сделать. Поэтому вот эти основные направления. Плюс реорганизация газораспиленных предприятий, создание одного единого предприятия по распилению газа. Это сэкономит существенно наши операционные расходы и даст определенную экономию в тарифах. Господин председатель, спасибо вам огромное за участие, за исчерпывающие ответы, дорогие телезрители. Я напомню, что в эфире была программа «Эксклюзивное интервью». С вами была я, ее ведущая Нина Демогл. А также сегодня в гостях у нас был председатель правления ООО «Молдова-ГАЗ» Вадим Чибан. Я желаю вам хорошего вечера. Напоминаю, что впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. В записи вы эту программу сможете посмотреть на нашем YouTube-канале «РН Молдова». Самые интересные фрагменты этого интервью вы найдете в моем телеграм-канале «Нина Демогла». Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.